Здравия вам всем желаю! Программа «Обзор позавчерашней прессы» и я любуюсь с ним Кличевский. Рады приветствовать вас! 1876 год. Газета «Русская иллюстрация». Профессор Тиндаль, один из оригинальнейших ученых нашего времени, находит, что воображение играет огромную роль в наших научных открытиях. Другой английский писатель говорит, что воображение для нравственного духовного мира – то же, что телескоп для мира физического. В одном из последних заседаний Парижской академии наук приводится рассказ одного из римских медиков о том, что магнит действует на его пациентов, если только при этом пускаются в ход кое-какие хитрости, иначе сказать, шарлатанство. Иногда доктор это использовал простым, ненамагниченным куском железа, и пациент едва только брал его в руки, как уже приходил в содрогание. Факты эти довольно невольно наводят на мысль, что воображение не только играет огромную роль в жизни каждой отдельной личности, но и в судьбе целых наций. Да, нынче подобные фокусы с психикой – весьма прибыльное дело. Телеграммы в газете «Русское слово» за 1905 год. Берлин. Появилось много русских, выдающих себя за дезертиров. Они объясняются с публикой на ломаном немецком языке, предлагая купить некоторые серебряные и золотые вещи. Помнится, в августе 1991 года я, будучи в Тулузе, видел одного поляка, который на ломаном русском языке клянчил деньги под видом беженца из СССР. От 50 копеек советы по всем делам. Гороховая, 38. Правда, 1921 год. Надеется найти спасение исключительно в ставке. На частно-хозяйственное предпринимательство могут лишь вреднейшие люди. Не нужно ни на одну минуту забывать, что основой нашей является в промышленности и транспорте наше советское национализированное хозяйство. Это материально-экономическая база диктатуры пролетариата. Надо помнить, что в резолюции 4-го съезда Совнархоза пресловутая аренда поставлена одной из последних мер к поднятию нашей промышленности. В 1951 году известия сообщают о новых заводах марочных вин. Винодельческая промышленность Армении пополняется новыми предприятиями. Вблизи Еревана воздвигаются производственные корпуса нового коньячного завода Треста Арарат. Начал давать продукцию первый в республике завод шампанских вин. В ряде крупных центров виноградарства Араратской долины оборудуются новые перерабатывающие пункты. До кампании по борьбе с пьянством еще далеко. Любопытный материал в газете «Поиск» за 1989 год. Щедры ли прогнозы? Какие крупные проблемы могут быть успешно решены в ближайшие 20-30 лет? Вот что думают по этому поводу японские специалисты. Проверим. 1997 год. Победа над СПИДом. Минус. 1999 год. Создание роботов-сиделок, способных обслуживать пожилых людей, прикованных к постели больных. Минус. 2001 год. Господство электронных газет на рынке данного вида информационных изданий. Плюс. Пожалуй, два плюса. 2004 год. Возможность предсказания извержения вулканов за несколько дней до того, как оно произойдет. Минус. 2005 год. Умение остановить рост раковых клеток и превратить их в нормальные два минуса. 2008 год. Начало туристских экспедиций в космос. Плюс и минус. То есть, это лишь начало-начало туризма в космосе. Здравия всем желаю!